Арктическое долголетие. Благотворительный проект Александры Калининой набирает популярность. Учеными доказано, что уже после 25 лет в мозге человека начинают происходить необратимые изменения, которые спустя годы приводят к развитию старческой деменции. Как развивать память и где это можно сделать, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Валентина Юркова пришла на проект Арктическое долголетие по приглашению соседки и ничуть не пожалела. Интересные задания показались не такими сложными, как думала участница. Вы знаете, как-то необычно, что двумя руками сразу надо обводить и раскрашивать, но я думаю, что мы неплохо еще с этим справляемся. Не только научиться чему-то новому, но и поделиться своими знаниями в мире медицины приходила на проект Татьяна Зуева. О том, как хорошо питаться, двигаться и правильно спать, врач рассказала всем. Плохая фраза. А что вы хотите в вашем возрасте? Понимаете, это неправильно. Ну, где-то что-то побаливает, бывает, это сигналы тела. Ну, организму 60 миллионов лет, так он умеет, знает. Поэтому, если где-то что-то, тут кольнуло, там заболело, это что-то такое. Он тебе говорит, не делай этого. Это не то. Нужно просто уметь его слушать. И питание то же самое. Он не должно ничего болеть. Вот хотел бы поделиться со своими товарищами, теми вещами, которые я сама знаю, которые я сама использую в своей жизни. Активистка Ольга Чебурина на проекте нашла новые варианты занятий для памяти. Если честно, я своему мозгу постоянно не даю лениться. Я разгадываю кроссворды, сканворды и разные вообще логические задачи очень люблю. Но здесь я очень много узнала нового. То есть, как еще можно нагрузить свой мозг. Я просто даже о некоторых моментах даже не догадывалась, что вот они существуют. И просто нам Александра Ивановна открыла Америку. Нейрогимнастика, скорочтение, мнемотехника и даже ментальные практики. После окончания проекта участницы в совершенстве владеют всеми навыками. А самое главное – натренированной памятью. Здоровьем надо заниматься. Люди, находясь на пенсии, они сидят по своим домам, тем более теперь в пандемию. Это очень тяжело. И вот такие вот встречи замечательно происходят. За 2021 год прошло два потока курса арктической долголетия. Всего обучение закончили 16 человек. К слову, количество участниц не случайное. Этот проект предполагает максимальное количество участников – 8 человек. Потому что очень индивидуальная работа и с большим количеством работать труднее. Эти проекты по развитию памяти, они обычно такие и есть с небольшим количеством людей. Но более тщательно отрабатываем мы все там приемы, навыки, умения. Александра Калинина не первый раз принимает участие во всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года», который проходит в два этапа – региональный и федеральный. В 2019 году я была победителем проекта именно для детей. Там было развитие памяти у детей различными методами, скорочтение там у нас было и ментальная арифметика. Самый маленький ученик был четырехгодовалый мальчик. А теперь арктическое долголетие. Вот в основном пенсионеры принимают участие в этом проекте. И самая старшая ученица была 87 лет. Александра Калинина стала победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей». К слову, в настоящее время ведется набор на новый поток проекта «Арктическое долголетие». Подробнее можно узнать по номеру телефона, который вы видите на своих экранах. Наталья Дуркина, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал «Север».